Привет, Сайван! Ну вот и закончились выборы президента США, и пришло время для действительно важных новостей. Ведь это пушка, рубрика для умного отдыха. Новые загадки, открытия, изобретения и идеи, которые заставляют задуматься, вдохновляют или просто поднимают настроение. И в заголовке лишь одна из новостей, что я отобрал для вас. Хотите только ее или другие, выбирайте, для навигации по ролику я сделал оглавление. Итак, сегодня у нас. Исследовательский зонд угодил в ловушку на астероиде. Биологи оживили червей из вечной мерзлоты, и теперь к ученым много вопросов. Бактерии слились в единый организм. 2020-й, неужели тебе мало? Извержение вулкана обратило мозг в стекло и сохранило нейроны на 2000 лет. А физики открыли секрет невозможной брони и карта науки за полтора века, связи о которых не догадываешься, пока не увидишь. Вот собираетесь вы на свидание. Первое. Готовитесь в 12 лет, тратите около миллиарда долларов. Еще пару лет в пути, наконец-то мы приехали, и черт, вы не понимаете, как войти в рестораны или кинотеатр. Все оказалось совсем не таким, как вы ожидали, и это весьма критично. В подобную ситуацию попала команда, которая стоит за одним из главных достижений в освоении космоса в этом году. Команда миссии Asiris Rex. Аппарат размером с запорожец еще пару лет назад достиг астероида Бенну, который в форме алмаза и по габаритам поместился бы в Кремле. Так вот, фото у Бенну до этого были не очень. Про него мало что можно было сказать с уверенностью. Хотя пролетает он по космическим меркам очень близко от Земли и часто. Каждые 6 лет на том же расстоянии, что Луна от нас. Поэтому, когда аппарат достиг астероида, первым делом стали осматривать и изучать поверхность цели. Сделали подробные снимки каждого квадратного метра. Тогда-то и выяснилось, что Бенну вовсе не монолитная скала, покрытая пылью, как предполагали изначально, и рисовали во всевозможных анимациях и эксплейнерах миссии. А куча щебня. Это такое понятие в астрономии, когда говорят про нецельные объекты, состоящие из обломков. Куча щебня. И стало совершенно непонятно, куда спускать зонд, чтобы забрать образцы грунта. Это одна из главных целей миссии. Получить грунт, который, скорее всего, не менялся особо с тех пор, как образовалась наша Солнечная система. Ведь за миллиарды лет все остальные планеты и их спутники менялись и довольно сильно. А тут что-то вроде космической археологии. Можно пощупать, изучить прошлое, застывшее во времени. И тут вдруг огромные валуны и камни, многие больше 10 метров в диаметре, некоторые около 60 метров. И в таких условиях легко разбить аппарат и провалить миссию. Но даже если получится проскочить мимо глыб, то опуститься надо достаточно близко к поверхности и зависнуть устойчиво. Нужен контакт с грунтом хотя бы на 5 секунд, иначе просто не загрести достаточно материала. Ведь это делается не черпаком или ковшом, от которых мало толку в условиях столь слабой гравитации, а намного хитрее. Опускается роборука, в конце которой что-то вроде пылесоса, но наоборот. С напором подается азот, он выдувает частицы грунта и забивает ими пустые ячейки. Два года аппарат кружил на орбите вокруг астероида. Ученые делали расчеты, пробовали на виртуальных моделях и на точной земной копии аппарата, что как, прицелились. И под занавес октября 2020-го... Отлично, пробы на борту, и вдруг в центре управления миссии замечают. Частицы из аппарата стремительно вылетают наружу. И так много, что кажется, можно потерять все, что было собрано. Проверили, и действительно, хранилище не закрылось до конца. За 12 лет подготовки не учли, что сборщик может сработать слишком хорошо, и грунта окажется слишком много. Надо было срочно действовать, и сборщик поскорее поместили в защитную капсулу, в которой пересыпали груз в финальное хранилище, и в которой грунт достигнет земли. На этом этапе тоже немного, но уже планово просыпалось, и в итоге сколько собрали, сколько потеряли, и сколько осталось, пока не ясно. Исследователи, и мы с ними, узнаем только, когда капсула вернется на землю. А это случится лишь в сентябре 23-го года. Если все пойдет по плану, то образцы грунта разведут по лабораториям по всему миру, и мы, возможно, узнаем много нового о детстве и эволюции нашей Солнечной системы. Или хотя бы о темном прошлом астероидов. А вы бы хотели управлять космическим аппаратом, который приземляется на астероид или другую планету? Звучит как профессия мечты, но, представляете, годы работы, и все пропало. Зонд промахнулся или разбился из-за одной ошибки. Именно так было с большой и очень дорогой миссией ExoMars. Из-за проблемы в ПО модуль с Киапарелли не смог правильно оценить высоту и выключил досрочно двигатели. Несколько миллиардов долларов и много лет работы разбились вместе с аппаратом. Так что все перепроверить и протестировать лучше лишний раз заранее, если на кону такие ставки. Именно этим занимаются инженеры по тестированию. Но где освоить эту профессию? Если вы задумываетесь о том, чтобы попробовать себя в новой роли, то вас подготовят в Яндекс.Практикуме. Ребята придумали очень крутую штуку, чтобы понять, подходит ли вам профессия и стоит ли тратить время и деньги на обучение. Вы можете пройти первую часть курса «Инженер по тестированию» в онлайн-симуляторе бесплатно. И это не пара заданий и бесполезный тестик, а 10 часов полноценного обучения и 84 задания. Этого достаточно, чтобы понять, подходит ли профессия и стоит ли вкладываться в нее. По-моему, это честно. Почему стоит выбрать курс от Яндекс.Практикума? Учитывая огромный опыт самого Яндекса, ребята создали собственную технологическую среду для обучения новым профессиям. Вас ждет онлайн-симулятор и обучение на практике. Сначала теория дается небольшими частями, и полученные знания нужно сразу пускать в дело. Например, вам предложат протестировать мобильное приложение Яндекс.Метро. Но симулятор — это только часть вашей подготовки. Основные навыки вы приобретаете, решая практические задачи, а наставники помогут и дадут вам обратную связь. В Яндекс.Практикуме с вами целая команда наставников. Они комментируют ваши работы, помогают разобраться в сложностях и делятся собственным опытом, приемами и фишками из своей практики. Важно понимать, обучение займет 4 месяца по 15 часов в неделю. Просто не получится. Нужно будет основательно потрудиться, чтобы освоить профессию. И оно того стоит. Инженер по тестированию сейчас одна из самых востребованных профессий на рынке. Но перед тем, как бросаться с головой в новую профессию, попробуйте себя в ней. Яндекс.Практикум с этим поможет. Ссылку на курс я оставлю в описании. Если вам мало отличных новостей в суровом 2020-м, то вот еще одна. Ученые разморозили образцы почвы из вечной мерзлоты в арктической части Сибири. А там очнулись древние черви, которым десятки тысяч лет. Мне друзья восторженно слали про это посты, и я стал гуглить. Отличная же тема для пушки. Оказалось, что новости пара лет. Ну, думаю, ничего. У всех свои недостатки. В остальном все вроде сходилось. Старая заметка, видимо, завирусилась с подачи этого нового поста на пикабу. А потом перекинулась в Reddit, где тоже набрала много голосов. Кто-то в комментах отлично подметил. Вот и финальный босс 2020. В соцсетях у аномальных живучих нематод появился внезапно точный возраст, лицо и заодно способность воскресать. А это все уже были домыслы и вымыслы. А как на самом деле? Выглядят эти черви в реальности так. О их возрасте никто достоверно не знает. Потому что анализировали только грунт, а ему действительно около 40 тысяч лет. И воскреснуть черви не могли, потому что технически они не умирали. И в лучшем случае они находились в анабиозе. А в худшем они вообще мимо проходили. Дело в том, что образцов грунта было 300, но нашли нематод только в двух из них. И только после другого исследования, то есть в образцы, пока их носили туда-сюда, могли легко занести все что угодно. Так что эту новость я взял в ролик на случай, если и вас в личке и ленте штурмуют древние воскресшие нематоды. В это же время почти незамеченной прошла крутейшая новость про древнейшие формы жизни. Вы знаете, что бактерии это фактически доминирующие на планете организмы, под которыми, как правило, понимают простые одноклеточные. И принято считать, что первые живые существа на Земле были чем-то вроде таких примитивных бактерий. Но тут в Оксфордском журнале молекулярной биологии и эволюции вышло исследование, которое может навсегда изменить наш привычный взгляд на главных по планете. Еще вы, наверное, знаете, что 95-99% популяции бактерий существует в природе в виде не волков-одиночек, а таких структур, конгломератов, которые называются биопленкой. Зубной налет, кариес, за это все спасибо биопленкам. Они образуются по принципу «вместе выжить проще». И вот группа ученых обнаружила, что в таких биопленках бактерии развиваются как эмбрион у животных, то есть как единый сложный многоклеточный организм. Биопленки, разумеется, давно и хорошо науке известны, так что и раньше было очевидно, что у бактерий в виде биопленок насыщенная общественная жизнь. Но можно ли это объединение называть многоклеточным организмом? Или это просто единство непохожих? Вот это был большой вопрос. И тут исследователи подумали, вот, хорошо, мы используем эволюционные подходы, чтобы изучать коллективное поведение клеток в животных, в том числе в человеке. А что если то же самое сделать с бактериями? Так ученые составили карту, которая описывает экспрессию генов в наблюдаемой биопленке на протяжении всего ее развития, от первых дней до двух месяцев. И обнаружили, что чем больше развивается биопленка, тем активнее экспрессия генов более молодых с точки зрения эволюции, ровно как у эмбрионов, в том числе человека. Поясню. В утробе матери у эмбриона сначала работают самые древние гены, ну, например, те, что отвечают за нервную систему. А потом включаются те, что помоложе, и чем дальше, тем моложе. Те, что отвечают за волосы и прочие детали, которые наши предки приобретали с ходом эволюции. И, конечно, это открытие подталкивает авторов исследования сделать логичный вывод. Бактерии в биопленках — это не сборище одиночек, а единая банда, то есть многоклеточный организм. Но этой идее еще предстоит завоевать свое место в науке. И если получится, то нас, скорее всего, ждут новые подходы в борьбе с болезнями и другими проблемами, которые вызывают биопленки. А их много. И, может, даже новый взгляд на первые организмы на планете или даже их происхождение. С клетками и тканями вообще трудно, когда речь идет о древности. Следы жизни быстро исчезают, но иногда выручает минерализация, и тогда могут получаться окаменелости. А иногда, возможно, и стеклование, когда материал превращается в стеклообразное вещество. Это очень редкое в природе явление. Именно так получились, похоже, самые древние и известные науки образцы мозга. Вот один из них. Блестящий кусок, когда-то размышлявший и мечтавший о чем-то, наверное, интересном. И внутри него сохранились целые нейроны, которым уже 2000 лет. Портал нейроновости.ру рассказал об исследовании итальянских ученых, которые, по-моему, несправедливо проигнорировали другие научно-популярные новостные издания. Ученые и раньше находили древние мозги. Так, вот сейчас лучше отложить еду или посмотреть эту часть ролика, когда вам не так будет важен аппетит. Вот этим извилинам 2500 лет. Они из древней английской ямы. Считаются старейшим мозгом Евразии. И он загадочно хорошо сохранился в обычном грунте. Но нейроны и многие другие важные элементы разложились давно. Ведь мозг из-за высокого содержания в нем жиров полностью разрушается одним из первых органов и в целом переходит в жидкость. В обычных условиях на это уходит от нескольких месяцев до опары-тройки лет. Так что все, что имела наука до сих пор в своем распоряжении, это мылеобразное вещество или мумифицированные остатки древних мозгов. А тут, недалеко от Везувия, ученым очень и очень повезло. 2000 лет назад произошло крупное извержение. Облаком раскаленного пепла мгновенно накрыло тысячи людей, жителей соседнего города. Но главное, пепел очень быстро остыл, что привело к стеклованию. И ткани мозга, одной из несчастных жертв, превратились в стеклообразную массу. Это сохранило нейроны до наших дней. И теперь клетки изучают в лаборатории. И, возможно, они расскажут что-то важное про эволюцию мозга. На самом деле, конечно, ученым повезло ровно в той степени, в какой они понимали, что и где ищут. Они предполагали, что извержение могло создать условия, когда ткани жертв извержения попросту испарялись бы из-за раскаленного облака. Ведь температура внутри достигала 500 градусов. А вот то, что при этом внутри возможной находкой обнаружатся сохранившиеся клетки, это было бинго. Вот люблю наблюдать, как разработки из очень далекой области вдруг помогают совсем в другой сфере. Нейроны в той вулканической стекляшке помогла, например, найти искусственная нейросеть, которая анализировала сканы находки. А вот эти, честно скажу, как мне казалось, бестолковые микророботы, управляемые магнитами, теперь, между прочим, могут чинить или строить нейросети прямо в нашем мозге. По сути, это транспортные корабли для прокладки кабелей. Их борт покрыт канавками, ширина и длина которых ровно как у отростков нейронов, аксонов и дендритов. В канавке помещают выращенные донорские клетки и паркуют робота где нужно. Главное, чтобы выходами канавок к нужным местам. Клетки прорастают и соединяют до этого несоединенные сети нейронов. Готово, кабель проложен и подключен. И если раньше это удавалось сделать только в пробирке, то теперь в живом мозге, пока, правда, лишь у крыс. Зато, как вы догадываетесь, в перспективе, такими роботами можно будет попытаться восстанавливать поврежденные травмами или болезнями нейронные сети. Тихоходка Тихоходка оказалась еще более бессмертной, чем мы думали. И если понять, как ей это удается, то мы сможем, надеюсь, лучше спасаться от ультрафиолета. У микромедвежонка обнаружили очень даже красивый механизм, который позволяет ему выдерживать смертельные дозы облучения. Исследователи взяли тихоходок, пара микробиотус, изолировали на стене, направили на них лампу, которую используют для обеззараживания медицинских палат, и беспощадно светили на ничем не защищенных крох. В ответ те начали неожиданно светиться, а вот контрольная группа стихоходок другой разновидности и добавленных к ним за компанию червей погибала. Тогда ученые получили из чемпионов вещество, которое вызывает свечение при облучении, и покрыли им ранимых коллег. Те не стали, конечно, супербестиями, но теперь переносили ультрафиолет намного лучше и дольше. Так, может, однажды мы получим новый вид защиты от солнечного излучения. А сплагиатить супер-броню, если повезет, мы можем у этого жука-броневика, который без вреда для себя выдерживает наезд машиной. Зовут этого крепкого парня в переводе с латыни «Жук-дьявольский броненосец». Его хитиновый панцирь выдерживает нагрузку в 39 тысяч раз больше его собственного веса. Это как если бы один человек выдержал на себе примерно 40 танков. Как пишет Политру, коллекционеры называют этого жука сгибателем булавок. Они знают, что его не проткнуть, поэтому, чтобы закрепить экземпляр в коллекционном ящике, им приходится сначала сверлить панцирь тонким сверлом и лишь затем вставлять в булавку. Так что на этот раз за крепыша взялись не биологи, а материаловеды. И они выяснили, что дело в форме и внутренней структуре панциря. Плоская, а не выпуклая поверхность надкрылья жука равномерно распределяет давление. Сами надкрылья состоят из сверхпрочного слоистого материала, богатого белком. Отдельные слои могут треснуть под давлением. Это нормально. Но это не приводит к разрушению всей хитиновой оболочки. А рядом с жизненно важными органами жука переплетение верхней и нижней половины панциря располагается особенно часто, почти как зубчики застежки молнии. И это соединение жесткое, панцирь здесь не сгибается под давлением. И вот так в каждом изгибе великая сила эволюции. Менее везучие жуки могут обычно протянуть несколько недель или месяцев. А этот крепыш, спасибо броне, живет до 7-8 лет. Что больше всего радует исследователей, речь идет не о каком-то особенном материале, который сложно и дорого воссоздать. Секрет прочности в структуре, которую теперь надо просто попробовать воспроизвести самим. А напоследок немного красоты, которая, как мне кажется, вдохновляет. Один из старейших научных журналов в мире, Nature, празднует юбилей 150 лет. В честь этого дела редакция создала карту цитирований, связей между всеми публикациями за полтора века жизни журнала. Эти кружочки конкретные статьи. Получилась динамическая трехмерная карта связей между целыми дисциплинами. У каждой свой цвет. Биология, желтый, физика, зеленый и так далее. И заодно это карта эволюции науки, как ее отражал Nature все это время. Открывает в 86-м году новый тип сверхпроводников. И вокруг статьи расцветает пучок других публикаций. Эта карта доступна бесплатно, онлайн, так что вы можете по ней побродить сами. В браузере она, честно, впечатляет намного больше, чем на видео. Ссылка, как всегда, в описании. С вами был Влад Гончарук, а это моя рубрика Пушка. Спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне и здесь, на Ютубе, с помощью этой волшебной кнопки. Особая благодарность Павлу Дунаеву, Сергею Чапаеву, Алексею Леонову, Павлу Нобикову и Роману Шестакову. Со всеми вами, друзья, не пропадешь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин